Главное в принципе, как сохранять себя в форме. А что ты сразу в ковсе-то там что-то задвигаешь про сохранение формы? Так пампило люто, что. Как же нужно выходить из соревновательного сезона? Я даже боялся, что, дай бог, себе что-нибудь оторву. Захватит мир и так далее. Десять повторов на бицепс, и все, уже рука не сгибается. Как правило, никто это не делает. Друзья, всем привет. Рад вас снова видеть на своем канале. Содиновательный сезон закончился. Спасибо всем тем, кто следил активно за мной. Этот весь активный период в моей жизни касаемо с подготовки на первое про-шоу. Мой дебют в Корее и заканчивая моим последним выступлением в сезоне в Казахстане. Сезон был очень насыщенный. За сезон практически за год у меня было три турнира. Дебют, Корея, Олимпия и Казахстан. Я очень доволен этим сезоном. Он был в целом для меня, наверное, самым прорывным в карьере. Пусть и не все получилось, как задумано, но это большой опыт для меня. Есть над чем работать. Нужно набирать мышечную массу, добавлять, улучшаться и дальше пытаться брать квалификацию на Олимпию 2024 года. В целом, я не делаю пока никаких прогнозов касаемо Олимпии следующего года. Все получится, как получится. Для меня главная задача – это значительно улучшить форму, чтобы я был конкурентоспособный и уже выиграл турниры не только среди таких же дебютантов, но и уже хорошо смотрелся среди топов Олимпии. Для меня это главная цель. И, в принципе, у меня есть хороший запас по возрасту. В целом, у меня есть все ресурсы для того, чтобы это сделать. Нужно просто лишь время. Поэтому спасибо вам большое за поддержку, за то, что следите, комментируете. Очень меня радует, что есть доброжелатели, которые все прекрасно и адекватно понимают. Ну и, конечно, есть, кто любит ее желчью полить. Ну, таких людей я просто никак не воспринимаю. Это не мои подписчики. Есть и те, кто конструктивную критику высказывает. Таким я, конечно, прислушиваюсь, учитываю их мнение. Но в целом, то есть у меня есть тренер, у меня есть окружающие мне люди, в которых я заинтересован и в которых я ценю мнение. Сегодня план такой. Я хочу вам показать свою тренировку на отдыхе. Сейчас у меня уже прошло примерно две недели. Мне хотелось бы вам рассказать и дать вам какую-то пользу, как и для соревновательных спортсменов, так и для себяшников, которые делают форму для себя. Мы сегодня поговорим о том, как правильно выходить с соревновательной сезона и, например, для простых людей, как выходить из диеты правильно, для того, чтобы сохранить форму, не компенсировать большое количество килограмм. Не переключайтесь, запасайтесь чайком и печеньками. Будет очень интересно. Сегодня у нас по плану тренировка спины и рук. Я сейчас на данный момент тренируюсь по циклу 2 на 1. Два дня тренируюсь. Имеется в виду силовые тренировки. Один день отдых. Снизил тренировочный объем для того, чтобы хорошо восстановиться как и по суставосвязочному аппарату, так и по мышечному корсету, так и морально, скажем так, разгрузиться от тренировочного процесса, потому что год был очень насыщенный по тренировкам, отдыха практически не было. То есть у меня был активный набор массы, затем сразу сушка, затем снова набор массы, затем снова я делал кондиции уже к новому старту. Времени отдохнуть практически не было, поэтому сейчас логичнее всего будет отдохнуть от всего этого режима, но делать это нужно правильно. Давайте начнем с тренировки спины. То есть сегодня будет порядка 16 подходов на спину, на большую мышечную группу, и порядка двух на маленькую. То есть спина 4 упражнения по 4 подхода, и бицепс будет 2 упражнения по 4 подхода. Суммарно этой нагрузки достаточно для того, чтобы поддерживать активность, поддерживать форму, давать нужный стресс организму для того, чтобы мышечная масса не атрофировалась. Хотя, в принципе, сейчас у меня на данный момент поддержка на минимуме. Делать это для того, чтобы организм полноценно отдохнул, почиститься, восстановить показатели анализов и так далее. Кстати, на днях тоже сдал анализы. Там, в принципе, можно уже начинать набор мышечной массы, следующий цикл. Это говорит о том, что из сезона я вышел правильно, не было никаких критических каких-то моментов по здоровью. Но у меня еще в планах около 4 недель отдыха, чтобы к следующему циклу я был максимально свежий, бодр и заряжен. Сегодня будет больше разговорный формат тренировки, потому что интенсивность снижена. Это позволяет нам немножко с вами пообщаться. Я сегодня похож на физрука в олимпиечке, в штанишках. Сейчас подписчики напишут, а что ты сразу в ковсе-то там что-то задвигаешь про сохранение формы, а сам оделся, ничего не показывает. Нет, ребята, с формой все в порядке. Короче, Саша сейчас ставит мою актуальную форму, которую я скинул тренеру. В принципе, тренер доволен для данного этапа времени, как я сохранил форму после гиперкомпенсации и так далее. Компенсировал, кстати, я всего лишь 7 килограмм. В принципе, это вообще нормально. Стараюсь держать форму, потому что в моем случае я уже не могу этого допустить, чтобы ходить с таким лицом и быть заплывшим, жирным. Это было юниорское время, оно уже прошло, и сейчас так выходить из сезона крайне непрофессионально. И мне хочется в первую очередь донести это начинающим спортсменам, те, кто начинают выступать. И в принципе, люди, которые занимаются фитнесом, например, они достигли какого-то результата. И потом неправильно выходят из этого этапа, то есть диеты, и начинают компенсировать. А кто-то даже гиперкомпенсировать и набирает больше, чем они скинули. Поэтому следить за своим здоровьем, гработно использовать все инструменты для того, чтобы сохранить форму, здоровье и так далее. Выполняем упражнения такие, чтобы задействовать как можно больше мышечных волокон, как можно больше мышечных групп. Ну, имеется в виду про спину, то есть большинство отделов спины, то есть трапециевидные, широчайшие, центры спины. В моем случае это тяга штанги в наклоне. Вес будет тоже снижен, работаю небольшими весами, потому что, опять же, важно. В режиме компенсации сразу не наваливать вес. Мы все прекрасно понимаем, что когда мы начинаем есть, когда мы начинаем прибавлять собственный вес за счет жидкости, у нас растут силовые показатели и в целом энергии больше. И на этих парах очень легко травмироваться, потому что у вас связки еще не готовы к таким нагрузкам. Имеется в виду, что они у вас немножко обезвожены. Я знаю очень много примеров атлетов высокого уровня, которые травмировались на данном этапе. Я сейчас говорю исключительно за себя. Есть и атлеты, которые, например, этот этап активно используют в плане набора мощной массы. Я все-таки придерживаюсь тому, чтобы немножко после соревновательного сезона в данном случае разгрузиться, потому что он был достаточно длительный. И я немножко снижаю нагрузку, но не перестаю тренироваться, поддерживаю активность, но немножко снижаю тренировочный объем общий. Так вот, как же нужно выходить из соревновательного сезона? Давайте начнем с выступающих спортсменов. Первым, что нужно, стараться не использовать много диалетиков. Касаемо, у меня был опыт, когда я использовал их очень много в Нью-Йоркские годы, и это привело к каким-то незначительным проблемам по здоровью. Чтобы избежать этих ошибок, делайте форму такую, чтобы за две недели больший объем работы был проделан, и вам нужно было за счет минимальных средств подвести форму. Когда вы используете много диалетиков, у вас будет сильный ликошет по весу, то есть будет большая задержка жидкости, и если вы еще к этому прибавляете, когда вы едите много соли, углеводов, жирной пищи, плюсом пьете много воды, у вас получается большой отек. Не используйте много диалетиков, либо не используйте вообще. Но это все индивидуально очень, но в целом я говорю, как делаю я. Во-вторых, вы покушали два дня, затем снова входите в режим. То есть не должно быть такого, что вы неделями напролет едите все, что хотите, все, что не приколочите. Два дня поели, вернулись в режим. Не убирать сразу активность, потому что это тоже приведет к компенсации веса. Вы можете суммарно уменьшить общий тоннаж, интенсивность тренировок, количество подходов на мышечную группу, и также с количеством кардио. Вы можете его суммарно уменьшить, но также не перестаете делать, как на подготовке. После того, как вы режим компенсации прошли, у вас вес стабилизировался, лишние отеки ушли, уже в целом тогда можно сделать какой-то недельный отдых, для того, чтобы полностью разгрузиться скорее морального тренировочного процесса. Это будет самым лучшим способом. Чтобы не нарастить, так скажем, много жира, вы должны, как за счет правильных продуктов, прибавлять плавно количество еды в вашем рационе. То есть у вас было общее количество углеводов на дефиците. И от дефицита вы плавно начинаете поднимать количество углеводов и прийти к такому, чтобы это было либо для поддержания, либо в небольшом профиците. Поэтому используйте эти методы для того, чтобы сохранить форму и сохранить свое здоровье на перспективу. Эти моменты очень важны. Второе упражнение. У нас в морепарке появились новые рукоятки. Ну, это, возможно, не новшество вообще, в принципе, в тренажерных залах. Но рукоятки очень крутые. Мне очень нравится, прям чувствую отлично. В данной технике, с данной рукояткой. Поэтому, если у вас еще в вашем зале нет этих рукояток, обязательно приобретите. Как же выходить правильно из диеты людям, которые просто занимаются для себя? То есть вы дошли до нужного результата и хотите не компенсировать и не потерять свой результат, который вы наработали в течение определенного периода. Схема очень похожа с выступающими спортсменами. Вам нужно просто плавно поднимать количество еды в рационе. То есть дошли до определенного количества углеводов, сократили процент жира и воды. И потом просто постепенно возвращаетесь в нужную точку для поддержания формы. Для того, чтобы не компенсировать вес и не набрать количество жира обратно. Вы не должны сразу убирать активность. Тренируйтесь сразу, не есть как бы очень много. Все достаточно очевидно, но, как правило, никто это не делает. Если вы хотите себя держать всегда в форме, вы просто должны постоянно тренироваться и смириться с тем, что это должен быть ваш образ жизни, что вы должны всегда заниматься фитнесом, поддерживать себя в форме, правильно питаться. У вас не будет таких качелей, когда вы активно тренировались, потом уехали в отпуск, куда-то пропали, поели и все, и формы нет. Вы должны постоянно активно заниматься. А такого режима нужно кайфовать, наоборот. Куда бы вы ни поехали, в отпуск или еще куда-то, вы всегда в форме, и вы не переживаете, как вы выглядите. Профессиональные спортсмены – это немножко другие люди с другими целями. Тут уже просто даже мысли не может прийти, чтобы там где-то расслабиться. То есть в определенный только момент. В остальном это очень исполнительные люди с большими амбициями, целями и так далее. То есть они как роботы выполняют все эти рутинные действия на протяжении долгого времени. Любители – это уже совсем другие люди. И, как правило, они не выдерживают такой дистанции. Поэтому, почему говорят, что между профессионалом и любителем большая пропасть – это только потому, что они на дистанции не могут держать такой режим и, в принципе, отдаваться этому делу. Вот и вся разница. Профессионалы, они немножко по-другому мыслят. Намного идут, делают многие жертвы. Но это не про слаженный путь, а это вообще в целом просто про достижение каких-то целей и так далее. Люди, которые занимаются просто для себя, вам нужно просто учитывать несколько факторов, что у вас должна быть постоянная активность. Либо вы активно делаете кардио в зале как источник трат калорий, либо ходите много, нахаживаете шаги, гуляете много, регулярно тренируетесь силовыми тренировками, поддерживаете мышечную массу, мышечный корсет и правильно питаетесь. В определенные моменты можно расслабиться, но в целом ваш суммарный расход должен просто превышать ту норму, которую вы потребляете с пищей. А на выходе, когда вы хотите просто расслабиться, вы можете поесть пару денечков, но в целом вы должны просто прийти к такому режиму, который у вас был до этого, когда вы уже достигали какого-то результата и шли к определенной цели. Вот и все. И должны просто поддерживать эту активность, хотя бы даже если вы не тренируетесь силовыми тренировками, но хотя бы много ходить, больше двигаться. И тогда вас не будет так сильно отбрасывать назад. Сейчас у меня, кстати, из активности решил немножко добавить бассейн. Два раза в неделю, суббота, воскресенье я прихожу на кардио в 6 утра. Взяли за традицию, в общем. На прошлой неделе сходили с женой в бассейн, нам что-то так понравилось, и мы решили взять как раз на период отдыха еще на 4 недели, чтобы походить, поплавать, покайфовать, как дополнительный источник расхода халории. Я стараюсь просто делать большую активность, а жене сейчас очень полезно двигаться, срок растет, и она очень много работает за компьютером. В остальном сейчас делаю кардио 40 минут в день силовой, стараюсь это делать отдельно, в отдельные дни, то есть утром кардио, после обеда у меня силовая. Циклом 2 на 1. Форму я сохраню достаточно хорошую. Компенсация уже, в принципе, прошла, нет вот этих колебаний в весе. Сейчас вес у меня 106-107 кг, поэтому я постараюсь сохранить вот эти кондиции и уже стартовать набор уже именно вот с такого процента жира. Кстати, друзья, хотел бы вам чуть больше рассказать о своем проекте, который совсем скоро уже запустится. Это проект, на котором мы работали последние полгода. Проект называется Koji Fitness. Это, так скажем, платформа лично мной разработанными тренировками, в которых включают 3 пакета. Этот проект для людей, которые активно занимаются фитнесом, которые хотят прийти к результату, и у них будет выбор между тремя пакетами. То есть, первый пакет это будет для самостоятельной работы в тренажерном зале. Для вас будет открыта база, которую лично мы отсняли. То есть, это видеоупражнение с подробной техникой выполнения упражнения. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете посмотреть. Личный план тренировок, на которые вы будете опираться. Важная информация по достижению результата. Все максимально без воды. Ну, а проект будет без обратной связи. Следующий проект это уже будет с кураторами. Будет целых два куратора, которые будут вам помогать в достижении результатов, отвечать на ваши вопросы. Все касаемо вашего результата. То есть, будет общая группа в Телеграме, где вы будете... Ну, будет такое некое комьюнити, сообщество, где вы будете делиться своими результатами, пищевыми дневниками. Везде будет помощь и инструменты касаемо питания. У каждого будет тренировочная программа, по которой вы будете следовать. И третий пакет это будет уже лично с моим наставничеством. То есть, тут я уже буду индивидуально под каждого строить тренировочный план, питание и так далее. Все как обычно в рамках пакета, которого я работаю с людьми и с выступающими спортсменами. Совсем скоро я анонсирую этот проект. И мы запустим сайт. Я оставлю ссылку, и вы можете более подробно ознакомиться и оценить все по достоинству. Потому что очень много сил и времени вложено в этот проект. И я очень надеюсь, что это поможет людям достигать результата еще больше. К сожалению, я ограничен в количестве людей. Я не могу взять очень много, потому что будет страдать качество моей работы. Но желающие люди, которые хотят получить результат лично под моим руководством. И так скажем, чтобы я был причастен к этому результату. Людей все больше. Поэтому этот проект будет лично для этих людей. И вы всегда можете вступить в это комьюнити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас бицепс. Первая неделя, это, конечно, вот когда приехал из Казахстана. Тренировался, когда, ну, небольшая уже задержка пошла. Ну, и небольшая, а нормально. Так пампило люто, что не мог даже вот сделал, наверное, не знаю, 10 повторов на бицепс. И все, уже рука не сгибается. То есть настолько прям забивало все. Я даже боялся, что, не дай бог, себе что-нибудь оторву. Настолько лютый памп был. Сейчас уже все. Сейчас 300 миллиграмм всего. На таких дозировках-то, конечно, уже наполненность потихонечку уходит. Тоже не такие ощущения на тренировке. Ну, сейчас еще примерно такое лежимое 4 недели. И уже потихонечку начнем нагорать. И там уже наполненно свернется. Такой этап он тоже нужен. Несмотря на то, что я бы уже, в принципе, как бы отдохнул. И можно было, в принципе, начинать. И по здоровью ничего такого нет. Но все равно, чем больше отдохнешь, при этом еще и форму сохранишь, тем больше будет толчок именно в наборе. Это очень хорошо помогает на растительное мясо, потому что ты отдохнул не только телом, но и головой. И это реально, правда, помогает. И я на себе это очень хорошо ощущаю. Так что, ребята, нельзя работать всегда на пределе своих возможностей, на пределе своего организма. Отдыхать тоже нужно. И отдыхать нужно уметь. За это вам организм потом спасибо скажет. Вот. И в плане прогресса, и в плане здоровья, общего самочувствия и так далее. Для меня еще отдельный вид разгрузки головы. Это я иногда читаю книги. И сейчас что-то подсел на игры. Ну, как подсел? В свободное время. А его бывает очень мало. Вот. Ну, вот прошел вторую Spider-Man. The Last of Us. То есть, на PS5 уже прохожу. Я только вторую прошел, а первую еще не проходил. Она очень прям с сериалом, очень плотно по сюжету связана. Assassin's Creed. Mirage. God of War. Ragnarok. Mortal Kombat. Первую часть. Ну, типа как? 12 или какая она там? Ну, типа как первая считается. Resident Evil. Ремейк. Четвертая. Тоже убойная. Ну, в принципе, все. Вот сейчас вот эти игры прохожу. Сейчас прохожу этот Harrison. Запретный запад. Тоже очень зашла. Первая часть какая-то такая не очень была. Я ее не допрошел. А вот вторая у меня вообще зашла. Сейчас хочу... Увидел на днях трейлер GTA 6. Еще когда в Москву ездили на прокат-шоу. Да, кстати. На прокат-шоу мы ездили. Снимали итоги Олимпии. Я участвовал в этой теме. Вот. И как раз... Ну, вот GTA 6 увидел в Москве. В метро. Блин, так зашла. Там такой графикой. Все, все на уровне. Поэтому в 2025 заценим. Тут еще анонсировали Blade из Marvel. Тоже прикольная. Росомаха должна выйти. Короче, много всего. Ну, я это так. Я не фанатею прям с этого всего. Но когда есть свободное время, там, когда по работе все нормально. Время остается на выходных. Бывает, люблю залипнуть. Чисто там от скуки или так. Что-то. Разгрузить голову. И на сушке. Когда... Вот я почему начал лагать на сушке? Потому что когда вечный голод, ребят, целый день ты хочешь жрать. Это позволяет немножко отлечься. То есть ты мозги отвлекаешь и уже не так сильно думаешь. Помогает, кстати. Представилась возможность познакомить вас с моими кураторами моего проекта Коджи Фитнес. По второму пакету я уже вам говорил. Сергей Луков, Данил Виногоров. Так, Данил, давай только... По тексту, пожалуйста. Опять половину вылезать придется. Захватит мир и так далее. Эти ребята очень... Самые доверенные лица. Максимально приближенные ко мне. Я их отлично знаю. И как людей, и как спортсменов. Выступали по бодибилдингу. Данил, немножко в другом виде спорта. Но все мои работы в тренерстве с самого начала. И я точно в них уверен, в их компетенции. И могу доверить и делегировать какие-то вопросы, введение людей. Все-таки моя репутация для меня очень много значит. И я к своему... Вообще в целом к своей подготовке и в целом ко всем проектам, которые я создаю и хочу двигать в массы для людей, занимающихся фитнесом, чтобы принести им какую-то пользу и не ухудшить их здоровье. Я не нашел других людей, на самом деле, которым мог бы доверить эти моменты. Дорогие друзья, главное-главное именно в продукте Андрюхи это экологичность с пользой у вас, у вашего здоровья и максимальной эстетикой и трансформацией. Наша задача в проекте будет, по большей части, это сопровождать вас, подсказывать вам по поводу техники, по поводу момента с питанием. Мы все вместе в общем чате будем участвовать как раз-таки в вашем процессе, но мы будем присутствовать там для оперативности ответа, чтобы вам было проще работать, чтобы результативнее проходил ваш тренинг и так далее. После сезона сейчас появилось чуть больше времени для того, чтобы посвятить себя саморазвитию. решился, точнее было в планах давно, вот сейчас как раз очень актуальное время, чтобы заняться английским языком. Сейчас поставил себе цель за 6 месяцев максимально улучшить его, то есть по рамкам профессиональных терминов преподавателя английского языка, это B1, B2, уровень владения английским языком, чтобы я мог спокойно коммуницировать, понимать, выражать мысли. Для меня это важно, в принципе, чтобы хотя бы понимать, что происходит. И часто езжу за границу на соревнования, и мне очень важно, чтобы все было максимально комфортно, без стрессов. И хочу после Нового года еще записаться на курсы ораторского мастерства, немножко поправить свою дикцию, речь. Все-таки это очень важно, тем более тем видом деятельности, которым я занимаюсь, и чтобы речь была еще более внятной, четкой. Так что будем в этом плане тоже развиваться. Так, ну что, друзья, тренировка прошла на одном дыхании, хоть и всего было сделано 6 упражнений. Сегодня я вам рассказал, как проходит мой этап восстановления, как по тренировочному процессу, кардио, в целом активности. Все, в принципе, идет как нужно. Все главное восстановиться морально и физически и с новыми силами уже приступать к этапу набора. Также я с вами поделился своими мыслями касаемо того, как нужно выходить из диеты правильно, как и для выступающих спортсменов, чтобы максимально сохранить форму и, в принципе, чтобы не было никаких последствий по здоровью в виде там скачков веса, давления и так далее. И так и для обычных людей я рассказал главные принципы, как сохранять себя в форме регулярно, круглый год и также, как выходить правильно из диеты, чтобы вас, то есть вы не компенсировали вес. Я надеюсь, что для вас было очень полезно и сейчас такой период, что я буду стараться делиться с вами полезной информацией касаемо своего опыта, подготовки к соревнованиям и в целом для людей, которые занимаются для себя, все-таки я тренером уже очно, именно очно проработал 7 лет. Срок может быть и не особо большой, но с 18 лет я начал работать тренером и я понимаю, о чем я говорю, у меня богатый опыт как выступления, так и вообще привел очень много людей к форме, к результату, поэтому буду стараться именно с пользой для вас делиться актуальной информацией. Так что, не пропускайте новые ролики, в следующих роликах я вам обязательно освещу, как будет проходить мой заключительный этап восстановления, анализы, некий план уже на предстоящую подготовку в плане набора турниров, примерно на какие я буду готовиться, в какое время года и так далее. Будем стараться развиваться, улучшаться, расти, что очень важно сейчас во всех направлениях. Спасибо вам большое, что смотрите, поддерживаете. Я стараюсь отвечать на комментарии ваши. Увидимся в следующих роликах.